Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаются осенние работы в саду. Высаживаем еще саженцы плодовых деревьев и кустарников. Лето было жаркое, осень очень сухая. И проливаем все растения, хвойные, декоративные, плодовые, чтобы они лучше перезимовали. Нужно это сделать сейчас. Это первое. И второе. Нужно обработать медь содержащими препаратами. Это обязательно. Листья уже сбросили практически все кустарники и деревья. Нужно обработать медь содержащими препаратами. Об укрытии мы будем говорить позже, еще рано. Мы даже розы не обрезаем, потому что они не сбросили листья. Подождем, чтобы не отбились почки. Если вы обрежете, то почки могут проснуться. А вот спиреи уже стрижем, кроме спиреи вангуты и спиреи грифшаем. Они цветут очень рано. Вот она вангута. Видите? Мы ее ни в коем случае не обрезаем. Иначе мы не увидим весеннее цветение. И спирею грифшаем. Тоже не обрезаем. Но зато лопчатки можете сейчас уже резать смело. Хотя на даче у меня лопчатка еще цветет. То есть вы подождите, а цветет. А вот в контейнерах мы уже обрезаем. Смотрим. Вот 10-15 сантиметров всего оставили. И в следующем году это будет компактный красивый куст. Если вы не обрежете, то это будет вытянутое какое-то растение. И цветочки, листочки будут на кончике. А здесь внизу будет все голое. Это будет некрасивый кустарник. Можете эту работу оставить на весну. Но надо будет контролировать, чтобы сокодвижение не началось. То есть для них это как бы безболезненно. А эту спирею мы можем смело обрезать. Вот таким вот образом мы обрежем. Чтобы она была в следующем году компактной и красивой. Также спиреи литл принцесс, голден принцесс. Вы можете смело сейчас обрезать. То есть все спиреи, кроме спирея грифшаем и вангута. Вот так вот мы обрезали. И оставляем зимовать. Они прекрасно зимуют. А эта спирея грифшаем, я ее вижу. Посмотрите, какая она красивая сейчас. Поздней осенью такой цвет красивый. Мы ее оставим. Потому что весной она как невеста будет цвести по этим веткам. Эту спирею мы не трогаем ни в коем случае. Это хризантемы. Их у нас много сортов. Они еще цветут. То есть мы обрезаем те растения, которые сейчас уже морозом побились. Все шалфеи уже можно постричь. Мы сейчас их обрезаем. Оставляем где-то 5-7 сантиметров. Не трогаем баданы. Баданы на участке не трогаем. И барвинок тоже не обрезаем. Они прекрасно зимуют под снегом. А это пасконник. Вот так вот мы его отрезаем и оставляем зимовать. То есть вы сейчас делаете обрезку всех многолетних цветов, кустарников. Хвойные не обрезаете, естественно. Если нужно формирующую обрезку, можете лучше весной сделать. И главное проливать и обработать медь содержащими препаратами. Это самое главное. Посмотрите, это сирень нашего собственного производства. Сирень мы сейчас не обрезаем. Листья уже опадают. Посмотрите, какие цветочные завязи. Они у нас будут цвести. Это растение собственного производства. У нас еще много туй, сосен собственного производства. Смело можем высаживать. Смотрите, вот уже опадает. Это хорошо, что листья опадают. Значит, растение подготовилось к зиме. Все площадки нашего садового центра будут работать до 31 октября. Поэтому поспешите. Вы можете еще приобрести саженцы плодовых деревьев и кустарников. Декоративные растения, розы, клематисы, гортензии и все хвойные растения еще продолжаем высаживать. Поэтому вы можете воспользоваться осенней скидкой и приобрести эти растения сейчас для вашего сада. Мы желаем вам красивого, здорового и цветущего сада. Садовый центр Веры Глуховой объявляет о скидке 30% на саженцы декоративных культур с закрытой корневой системой. Телефон для справок 8 800 222 52 44. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова